друзья сегодня у нас гостях утконос очень странное животное с перевернутого континента хотя в австралии все животные страны но утконос страны от кончика хвоста и лап до кончика носа или клюва это чудо природы как будто а сорти из разных животных милый странный забавный и непонятно как прошедший естественно эволюционный отбор супер конструктор предлагаю разобрать его на запчасти и так утконос это водоплавающие млекопитающие вылупляющиеся из яйца отличное начало да это скрытое ночное полуводное животное из отряда однопроходных по ряду признаков напоминающие рептилию однопроходные то есть яйцокладущие единственный современный отряд в подклассе первозверей в этом отряде еще присутствует ехидна утконос начинают удивлять уже на генетическом уровне так как у него сразу 10 половых хромосом они две как у большинства млекопитающих согласно молекулярным генетическим исследованиям ветки развития привычных нам плацентарных и чуть менее привычных нам сумчатых млекопитающих разошлись утконосовыми предками около 187 миллионов лет назад чтобы вы понимали в те времена на планете как раз был расцвет всяких заворов а южная америка и австралия были единым материком переезд утконоса земель южной америки состоялся где-то 160 110 миллионов лет назад условия австралии оказались настолько комфортными что на новых землях звери перестали эволюционировать утконосы сохранили кучу примитивных функций от которых другие млекопитающие давным-давно отказались что это за особенности такие сейчас расскажем начнем мы с самого заметного с внешности хоть на фотографиях утконосы выглядят размером как минимум с бобра на самом деле это довольно мелкие животинки взрослый упитанный носик весит до двух с половиной килограммов а его длина не более полуметра самцы на треть крупнее самочек утконос выглядит как биологический конструктор у него клюв как у утки хвост как у бобра и лапы как у выдры такая комбинация характеристик настолько сбила с толку первых европейских натуралистов что они подумали что это чучело или розыгрыш когда первые образцы утконосов были отправлены в европу ученые даже пытались снять сшитый клюв считая что это подделка но а если вам повезет погладить этого зверька вы почувствуете мягкую шерстку как у крота или кролика а если направите на утконоса ультрафиолетовые лучи то увидите что он светится нет это не метафора шерсть животного под ультрафиолетом буквально сияет сине-зеленым светом зачем это нужно великие умы пока не знают зато биологи поняли что утконосы видят ультрафиолетовое излучение хотя глаза далеко не главный их орган чувств и что же тогда нос если вы потрете нос утконоса то убедитесь что с птичьим клювом он не имеет ничего общего нос покрыт мягкой и эластичной кожей похожий на резину а внутри него скрыты электро и механо рецепторы вообще таким способом мироощущения пользуются рыбы и акулы а среди современных млекопитающих электро рецепция известна только у гевианских дельфинов суть в том что утконос своим носом чувствует электрические поля других живых существ теоретически они воспринимаются как прикосновение электро рецепция помогают утконосом находить еду в мутной воде поднимая ил со дна зверек шустро собирает червей моллюсков и личинок правда съесть наловленное добро сразу не может это так сказать эволюционный баг утконосы не умеют жевать под водой поэтому добычу они складывают защищенные мешки и затем тщательно пережевывают на суше на вышеописанную процедуру утконос тратит как минимум 12 часов несмотря на скромные габариты зверьки очень прожорливы чтобы не помереть от голода в день и не съедая до 20 процентов от собственного веса каждый день ловить по полкило червей задача не из легких чтобы находить в себе силы плавать полдня утконосы умеют разгонять обмен веществ в три раза правда сам по себе обмен веществ утконосов очень медленный средняя температура тела не выше 32 градусов это еще одна способность из прошлого когда млекопитающие были частично холоднокровными то есть температура их тела могла меняться от температуры окружающей среды так что там дальше по туловищу голова круглая на ней глаза и уши которые просто отверстия они расположены в желобках по сторонам головы мех серобура густо короткие стрижка полубокс спортивная хвосте откладывается жирок кстати как и у бобров или выхухоли ищите видео про них на нашем втором канале планет земля и после всего вышеперечисленного утконос решил еще сильнее выпендриться и плавать в воде передними лапами они задними как большинство земноводных и это еще не все на суше утконос передвигается подобно рептилиям ставя конечности по бокам тела также наш зверь еще и ядовит молодых утконосов обоих полов на задних лапах находятся зачатки роговых шпор у самок годоваловым возрасту они отпадают а у самцов продолжают расти достигая к моменту полового созревания полтора сантиметра длины каждая шпорка во время брачного сезона вырабатывает смесь ядов из дифензин подобных белков у других млекопитающих эти вещества отвечают за борьбу с бактериями вирусами и воспалением а у наших героев они еще и как я отработают самцы утконосов используют свои ядовитые лапы в это время чтобы устраивать драки за самочку с другими первозверями кстати такой яд может убить динго или другой некрупное животное для человека он в целом не смертелен однако вызывают очень сильную боль а на месте укола развивается отек который постепенно распространяется на всю конечность болевые ощущения могут продолжаться много дней или даже месяцев кроме утконоса кстати на земле почти нет ядовитых млекопитающих вместе с ним ядом обладают только щелезубы и несколько видов бурозубок заплывы в поисках пищи отнимают у носиков кучу сил чтобы во время отдыха их точно никто не потревожил звери роют гигантские норы до 10 метров в глубину перепонки на лапах во время рытья подгибаются а наружу выставляются крепкие когти утконосы кстати имеют привычку раз в год уходить на короткую спячку около 10 дней после такого высыпания они принимаются активно размножаться утконосы полигамны и постоянных пар не образуют и странности этих млекососущих боброуток еще не закончились думаю не стоит пояснять что яйца штука примитивная но почему утконосы вообще сохранили этот способ воспроизведения потомство ученые объяснили это тем что за яйца производства в организме отвечает три гена виталлогенина у птиц и рептилии они сохранились полностью млекопитающих они исчезли а утконосы сохранили один из трех генов поэтому их кладка не похожа ни на птичьи не на рептилии а еще из-за отсутствия двух генов в яйцах утконоса нет сформированных белков и желтков и это понятно ведь проклюнувшиеся малыши начнут пить молоко никакой помощи от отца своих будущих первозверят мамаша не дождется за месяц беременности она успевает сама вырыть яму и построить гнездо отложив парочку кожистых яиц утконоса мама будет насиживать их следующие 10 дней свернувшись клубочком утконосята появляются на свет голенькие беспомощные зубастые правда с возрастом зубки пропадут следующие четыре месяца малышня проведет в норе слизовое материнское молоко и специальных бороздок на ее животе утконосов нет привычных молочных желез вместо этого звери буквально потеют молоком из всех пор на пузике из норы носики выползут лишь спустя пару месяцев а половой зрелости мелочь достигнет на первый год жизни живут такие чудо-звери утконосы в дикой природе в среднем 10 лет в неволе же утконосы способны отпраздновать аж 17 день рождения помимо условий окружающей среды жизнь утконосом укорачивает змеи вараны которые иногда появляются в реках к счастью человек списке угроз для древних млекопитающих пока не стоит на первом месте утконос хоть и редкий зверь но вымирать от нашего воздействия пока не собирается даже наоборот в австралии есть много специализированных программ по спасению разведению утконосов это уникальное животное является одним из символов австралии она изображена на реверсе австралийской монеты в 20 центов утконос это настоящий парадокс природы удивительное существо которое ломает стереотипы о том какими должны быть млекопитающие их уникальность помогает ученым понять эволюцию и адаптацию животных самым разным условиям жизни а как вы считаете как вы желудконос с таким количеством странностей пишите в комментариях для тех кто долгое время с нами кто хочет поддержать развитие канала может перейти на платформу busty patreon по ссылкам в описании там видео будет появляться раньше и без рекламы а возможные видео которых не будет на платформе youtube надеемся что вы цените наш труд спасибо что посмотрели этот ролик не забываем ставить лайки писать комментарии о том какого бы животного вы хотели бы увидеть следующем видео и делиться этим видео с друзьями это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео там много интересного с вами был канал о животных зуб мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты любите природу вместе с нами до скорых встреч